Российский политэмигрант Ольга Курносова называет избирательную кампанию в Крыму отсутствующей. Кроме «Единой России», агитационной работой на полуострове не занимается фактически никто. Яблоко там не ведет агитацию, потому что считает, что аннексия была совершена с нарушением международных обязательств Российской Федерации. Партия «Народная Свобода» обратилась в МИД Украины за разрешением на въезд на территорию Крыма для ведения агитации. Такого разрешения не получила, поэтому также не будет вести такой агитации. Крымское руководство будет пытаться соревноваться с Чечнёй по результатам. Именно потому, что в Крыму практически не будет международных наблюдателей вообще, то их вообще не будет, то, соответственно, результаты там будут просто нарисованы на коленке. Эксперты предполагают, что 90-95% голосов за «Единую Россию» в Крыму будет вовсе не удивительным результатом. По их мнению, будет иметь место как фальсификация, так и прямое запугивание избирателей. Эксперты также нашли забавным тот факт, что идол российской пропаганды в Крыму, прокурор Наталья Поклонская, не была выдвинута «Единая Россия» ни на одном из одномандатных округов Крыма, а баллотируется в партийном списке. Это связывает с тем фактом, что на оккупированном полуострове она не так популярна, как в самой России. Они не рискнули выдвинуть ее по одномандатному округу. Слушай, ну в какой постсоветской стране, может быть, в принципе, популярен прокурор? Даже не говоря о личности, поклон. Беспрерывную перегонку российской военной техники в Крым эксперты считают не столько угрозой, сколько предвыборной акцией, а также особым способом Кремля обратить на себя внимание. Мы тут. Если не будете с нами разговаривать, вам же будет хуже. Вот мы сейчас тут опять что-нибудь нахулиганим. Давайте вот поговорите с нами, а то мы вот тут. То есть это, как бы с одной стороны, это некий месседж по отношению к западным партнерам. С другой стороны, это некая тоже картинка для выборной кампании. Вот смотрите, мы какие, мы сейчас тут будем воевать. Голосуйте за единую Россию, потому что мы вот тут такие крутые ездим туда-сюда. Дело так называемых крымских диверсантов выглядит откровенной фальсификацией, отмечают эксперты. Правда, Кремль не спешит отказываться от заявленной версии, поскольку не умеет признавать свои ошибки. Эксперты уверены, что это симптом диктатуры, находящейся в одном шаге от коллапса.